На погосте села Прутня, в 5-6 километрах от Торжка, похоронена Анна Петровна Керн. Анна Полторацкая, в 17 лет, вышла за 52-летнего Ермолая Керна, поскольку тот понравился ее отцу. Нарожала детей и потом ушла из семьи, путешествовала по Тверской области, где в каждой второй усадьбе ее родня. Когда она захотела получать содержание от бывшего мужа, то тот написал по-военному сдержанную записку по поводу лишения наследства, о том, что она целое десятилетие не выполняла семейных обязанностей, в том числе перед детьми. Наконец, Бог дал ей то, что ей больше всего хотелось – брак по любви. Возможно, это был чуть ли не единственный для нее способ спастись. Марков Виноградский, ее троюродный брат, существенно более младший, стал ее возлюбленным мужем. Когда они гостили у Бакуниных в Примухино, в 30 километрах от Торжка, он скончался, там он и был похоронен. Анна Петровна умерла 27 мая 1879 года в Москве. Через два года после мужа и завещала похоронить себя рядом с любимым мужем, но выполнить ее последнюю волю сын не смог. Гроб с ее телом привезли по железной дороге в Торжок. Но после дождей проселочную дорогу от Торжка до Примухина сильно размыло, и было принято решение захоронить тело на ближайшем погосте. Так последним приютом Анны Керн стало кладбище в Прутне. В 1971 году к погосту от 235-го километра автодороги Москва. Петербург заасфальтировали старую подъездную аллею к имению Митина и далее к погосту Прутне. В это же время был поставлен новый памятник на могиле Анны Петровны. На могиле Керн было установлено надгробие с фамилией первого мужа и прелестными строками Пушкина. В 1993 году с праздничного пасхального богослужения воскресенский храм на погосте Прутне вновь стал действующим после 50-летнего перерыва. 27 мая 2000 года на могиле был установлен новый памятник – валун надгробия, напоминающий очертаниями первоначальный памятник, известный по дореволюционной фотографии из архива пушкиниста Модзалевского. На надгробии плита с именем Керн Марковой Виноградской и годами жизни. Из текста надгробной плиты исключили строки Пушкина, указав, наконец, фамилию, под которой Анна Петровна прожила около 40 счастливых, трудных последних лет. Когда Анна была старушкой, Глинка положил на музыку стихи про чудное мгновение и посвятил романс ее старшей дочери Кате. Субтитры создавал DimaTorzok